В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Лишат ли студентов средних специальных учебных заведений льгот? Министр образования Дмитрий Ливанов заявил, что выпускников колледжей и техникумов могут лишить поблажек при поступлении в высшие учебные заведения. Их хотят обязать проходить ЕГЭ, как и выпускников школ. Молодые активисты Владимира собирают подписи против такого решения. Почему студенты не согласны с министром? Расскажет Василий Косенко. Подписи за сохранение льгот студенты собирают на улице. Откликается в основном молодежь. В российских СУЗах учатся около трех миллионов человек. Дмитрий Ливанов заявил, что льготы для них придется отменить. И поступать в ВУЗы они будут на тех же правах, что и выпускники школ. То есть сдавать ЕГЭ. Сейчас же они зачисляются в университет, пройдя собеседование или сдав письменный экзамен, если профили ущербных заведений совпадают. Дмитрий Кубарев как раз в этом году поступает. Он получил среднее специальное образование. К ЕГЭ не готовился, но нужное тестирование прошел. Ученики СУЗов учатся на два года больше. И зачем тогда учиться больше, если придется все равно при поступлении в ВУЗ сдавать такое же ЕГЭ. Своё решение в Минобранауке объясняют тем, что в колледже молодежь поступает как раз для того, чтобы легче было попасть в ВУЗ. А полученной специальностью они не пользуются. И несмотря на популярность СУЗов, дефицит в специальностях рабочих профессий не уменьшается. Однако у учащихся есть свои доводы в пользу сохранения льгот. Люди целенаправленно решают свое будущее заранее, чтобы потом пойти уже в какое-то определенное место. А если лежит этих льгот, то дальше что они будут делать? Мне кажется, они уже получили какую-то долю образования. То есть у них уже есть что-то. Соответственно, они должны на каких-то других правах поступать. Не как после школы. То есть школа это все-таки, я считаю, более ниже, чем начальная профессиональная. То есть я считаю, что да, должны быть льготы для них. Подобные акции проводятся и в других городах. Во Владимире активисты собрали уже три сотни подписей. На этой неделе они отправят их в Министерство образования с надеждой, что льгот их все-таки не лишат. Ведь точку в опросе еще не поставили. Дмитрий Ливанов лишь внес предложение. Хотя и с пояснением, что льготы отменят, скорее всего. Василий Косенко, Александр Мажаров, Шестой канал. Встретились с президентом. Накануне гостя молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» стал Владимир Путин. Глава государства осмотрел выставочный павильон форума и встретился с хозяевами первой смены. Молодыми специалистами в области информационных технологий. Ребята спрашивали о перспективах развития IT-отрасли. И прорваться к микрофону удалось представителю Владимирского региона. Так, преподаватель нашего госуниверситета Артем Золотов поинтересовался. Насколько высока потребность высококвалифицированных кадров России. И что готовы сделать государство, чтобы молодые специалисты оставались на родине. Рабочая сила всегда востребована там, где находят для себя наилучшие условия применения. И надо просто быть не ура-патриотами. Говорить, нет, вот оставайтесь здесь, никуда не уезжайте. Кто уехал, тот негодяй и предатель. Ничего подобного. Мир огромен. Страна наша свободна. И человек имеет право жить и работать там, где он хочет. Каких бизнесменов поддержать? Сегодня консультативный совет при главе города обсудил критерии и виды финансирования из городской казны предприятий малого и среднего бизнеса. Кто может рассчитывать на деньги муниципального бюджета в следующем году, расскажет Алексей Соков. Проконсультироваться, кого поддержать. Во Владимире уже не первый год действует программа по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства. Консультативный совет при главе города собрался решить, куда в ближайшие пять лет вкладывать муниципальные средства, чтобы поддержка бизнесменов была действительно эффективной. Предыдущий план распределения денег заканчивается в этом году. Основной вид это предоставление грантов начинающим предпринимателям в размере до 300 тысяч рублей. Хочу отметить, что в 2014 году мы предоставили грантов 14 начинающим предпринимателям на сумму 3,5 миллионов рублей. Кроме предоставления грантов, есть еще пять видов поддержки бизнеса. Деньги из бюджета дают на снижение ставки по банковским кредитам и лизингу. На оплату оборудования и на обучение кадров. И еще на участие в выставках. Так было раньше. Сергей Сахаров интересуется у членов совета. А не нужно ли с 2016 года еще что-нибудь добавить? Я считаю, что те шесть видов поддержки, они действительно нашли свое подтверждение. Они очень важны и нужны для малого и среднего предпринимательного территории. Я считаю, что надо вот эти шесть видов поддержки оставить. Расширять я смысла не вижу. Стал вопрос, а что делать с теми, кто, мягко говоря, присосался к городской казне и каждый год получает на конкурсной основе средства. Ведь задача не набить кошельки бюджетными деньгами уже существующих предпринимателей. А чтобы и управление наше работало, и депутаты, соответственно, члены конкурсного совета, в эту сферу увлекали как можно больше предприятий, которые могут пользоваться гос- и муниципальной поддержкой. Вот о чем речь. Мы можем вообще тему закрыть, на всех расписать в течение пяти лет Петрову, Сидору и Иванову и будь здоров. На второй вариант, естественно, никто не согласился. Но как сделать, чтобы бюджетная помощь доставалась действительно не одним и тем же? Решили установить ограничения. Каждый год можно выигрывать деньги на свое финансирование выставочной деятельности и обучение кадров. Гранты до 300 тысяч рублей получить можно всего один раз одному предпринимателю. А вот помогать в оплате процентов по кредиту, лизингу и приобретенному оборудованию городской бюджет будет раз в два года. Родилась у консультативного совета и инициатива на все муниципального бюджета не хватит. Поэтому средства на поддержку бизнеса решили попросить дополнительно из федерального бюджета. Алексей Соков, Максим Самсонов, Шестой канал. Даже уголовная ответственность не пугает. В госавтоинспекции рассказали о новшествах в правилах дорожного движения. За пьяную езду теперь сажают. А дорожные ЧП можно решить без сотрудника ГАИ и Европротокола. Если пьешь и садишься за руль, то можешь лишиться свободы. Теперь за повторное вождение в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность. Первое июльское нововведение уже принесло свои результаты. Задержано 21 водителя за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. В Кольчугинском, Ковровском, Меленковском районах по данным фактам уже возбуждены уголовные дела. Если трое водителей уже ждут обвинительного заключения, то вот еще на 18 следователи собирают доказательную базу. Есть среди них и автолюбители из Владимира. Наказывать за пьяную езду будут не только штрафом, но и исправительными работами. А могут и посадить на два года. Также, согласно июльским нововведениям, не обязательно ждать приезда инспектора на место ДТП. Если нет пострадавших, а материальный ущерб незначителен, можно обойтись без него и Европротокола. Естественно, необходимо зафиксировать должным образом, в том числе с использованием средств фото в виде фиксации, механизм этого ДТП и прибыть в ближайшие подразделения, либо, как я выше сказал, на стационарный пост дорожным патрульным службам. В ГИБДД даже специальную памятку разработали. Действия водителей после аварии. Ее можно скачать на сайте ГАИ или получить у инспектора на посту. Кстати, количество ДТП уменьшилось на 5%. Число погибших снизилось на 10%. А вот что беспокоит главного дорожного полицейского, так это пассажирские перевозки и водители общественного транспорта. Выявлено более 590 водителей с нарушением правил дорожного движения. Из них три водителя, управляющих в состоянии алкогольного опьянения, четверо не имеющих права управления. Выявлено более 60 транспортных средств, имеющих техническую неисправность, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Выясняют ситуацию и с маршрутками под номером 8СТ, которые повадились ездить по бездорожью через частный сектор рядом со следственным комитетом. Александр Назаров взял эту проблему под свой личный контроль. Алексей Дудин, Константин Миронов, 6 канал. Больше телеканалов в каждый дом. Владимир посетил замминистра связи и массовых коммуникаций. Алексей Волин рассказал, как будет развиваться телевидение и как можно решить проблемы газетчиков. Замминистра слушала моя коллега Юлия Кузнецова. Как сообщил Алексей Волин, количество обязательных общедоступных каналов увеличилось вдвое. На этой неделе Владимир Путин подписал закон, по которому теперь и телеканалы второго мультиплекса должны предоставляться в пакетах кабельного и спутникового телевидения, причем бесплатно. Сейчас во Владимирской области 82% населения могут принимать каналы первого мультиплекса и 65% второго. Так как второй мультиплекс оплачивается не государством, а участниками рынка, то есть самими каналами, то сегодня они не в состоянии платить за распространение сигнала в городах свыше 50 тысяч человек, поэтому пока этот показатель второго мультиплекса в Владимирской области меняться не будет. Если говорить более понятным языком, то получается, что раньше населению полагалось бесплатно всего 10 каналов, то теперь кабельщики обязаны бесплатно транслировать 20. Каналы будут разными по тематике. Одновременно чиновники работают над улучшением качества сигнала. Параллельно с этим идет гигантская работа, которую сегодня делает Ростелеком, который прокладывает оптоволокно в небольшие населенные пункты. И у нас есть программа до 2018 года, когда Ростелеком должен будет привести оптоволокно в населенные пункты с населением свыше 250 человек. Отдельно замминистра коснулся темы печатных СМИ. Не секрет, что с развитием информационных технологий люди больше стали черпать новости из интернета. Оттого газеты выписывают и читают все меньше. Тем не менее, отдельным изданиям присвоят статус социально значимых, и они будут пользоваться льготами при доставке. Подкосило печатное издание резкое увеличение цен на бумагу. Но тут включилось министерство и договорилось с производителями бумаги, чтобы рост цен на последнюю был не выше уровня инфляции. Пришлось к этому их склонять достаточно долго, вплоть до того, что отдельно даже рассматривался вопрос о введении экспортных пошлин на бумагу, чтобы они ее не вывозили. Значит, когда встала реальная угроза введения экспортных пошлин, тогда ведущие бумажники, собственно говоря, склонились к тому, чтобы заключить такое соглашение и дать эти обещания. Юлия Кузнецова, Александр Бажаров, 6 канал. Стрельба в яблочко – залог победы. На полигоне вблизи деревни Масленка в Суздальском районе проходит Всероссийский чемпионат общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия. К нам приехало более 300 участников. С некоторыми пообщался Никита Каргаев. Стрельба стоя, лежа из колена. Владимирский полигон собрал самых метких и точных сотрудников правоохранительных органов из разных регионов России. В каждой команде 4 человека. Трое мужчин и одна женщина. За время соревнований им приходится стрелять очень много из разного оружия и по разным мишеням. Соревнования ежегодные. Проводят как личные, так и командные зачеты. Уровень подготовки участников с каждым годом значительно растет. Все соревнования подводятся специально, значит, подведение итогов работы за определенный период. Проверка, так сказать, готовности. Достаточно высокий уровень участников. Более 70 мастеров спорта, два мастера спорта международного класса. Это обязательно проверка боевой готовности, действующих сотрудников. Это, так сказать, их работа. Ребята и оперативники и прочее должны вместе стрелять. Мужчины стреляют из автомата Калашникова, а женщины из пистолета Макарова. Доржу Ачиров со своей командой стрелков приехал из Бурятии. Чтобы попасть на эти соревнования, пришлось пройти отборочные у себя в республике и стать сильнейшими. Сегодня сотруднику МВД ничего не помешало максимально точно отстрелять свою серию. Самое сложное – это стрелять в стойку, потому что стоишь, не напрягаешься. И, в общем, у меня вылет там получился. Две восьмерки, одна семерка. Ну, как точнуло. Вот, в основном очки теряются, это на стойке, потому что трудно стрелять. На соседнем полигоне демонстрируют свое умение владеть оружием представительницы слабого пола. Как признаются девушки, для них в стрельбе нет ничего сложного. Главное – спокойно подойти на огневой рубеж, сосредоточиться и сделать выстрел. Мы не должны, как мужчины, всему миру доказывать, что мы сильный пол, и сейчас мы сделаем все. Мы просто идем и удовольствие получаем от наших стрельб. Поэтому, мне кажется, с девчонком проще. Сотрудники правоохранительных органов обязаны хорошо стрелять. С этим никто не поспорит. Их служба по-прежнему остается опасной и трудной. И пусть в реальных условиях большинству из участников чемпионата оружия применять не приходится, все равно для них это одно из самых важных умений. Никита Каргаев, Константин Миронов, 6 канал. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова